В эфире итоги. В студии Ян Гермишов. В начале коротко о главных темах выпуска. Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Большую часть выступления глава государства посвятил темам пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семьи с детьми. Какие задачи поставил президент? Перспектива газификации, варианты улучшения экологии и новые социальные выплаты. Губератор Александр Уз представил планы на ближайшие годы и подвел итоги работы краевого правительства за 2020-й. Какие изменения произойдут в крае? Четыре общественных пространства в городах и районах нашего региона признаны лучшими в России. Какие территории благоустроят в первую очередь и как будут выглядеть места отдыха? Главное политическое событие недели – послание президента России к Федеральному собранию. Это уже 17-е обращение Владимира Путина. В зале Манежа в Москве собрались более тысячи человек – министры, депутаты и общественные деятели. Решение внутренних проблем страны, демографических и экономических – главный лейтмотив речи Владимира Путина. Большую часть своего выступления президент посвятил социальной поддержке россиян. Подробнее об этом Татьяна Потанина. Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Пандемия больно ударила по благосостоянию рядовых россиян. Особенно остро это ощутили семьи с детьми. Именно поэтому им адресован самый большой пакет мер поддержки в нынешнем послании президента. Глава государства объявил о новых пособиях для тех, кто испытывает материальные трудности. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Так, по 5650 рублей каждый месяц будут выплачивать родителям-одиночкам, а также получателям алиментов, кто воспитывает детей от 8 до 16 лет. Чуть больше 6000 рублей могут получать беременные женщины, попавшие в сложную ситуацию. Останутся и пособия на детей с 3 до 7 лет, которые ввели в начале коронавирусного года. Их сумма варьируется в зависимости от дохода семьи. Владимир Путин также отметил, что бесплатные горячие обеды для младших школьников стали хорошим подспорьем с семьям. Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. А ближе к учебному году в середине августа всем семьям, где есть школьники с 7 до 18 лет, единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Причем это касается и будущих первоклашек. Особенно оценили эту меру многодетные. Например, у жителя Енисейска Алексея Еремина семеро сыновей и две дочери. Пять школьников. То есть, грубо говоря, по 10 тысяч на каждого идут. 10 тысяч, ну, это тысяч пять обычно уходит где-то на канцелярские принадлежности. Ну, и на 5 тысяч, в принципе, можно купить элементарную школьную форму, какую-то обувь. То есть, это вот такое, без верхней одежды и всего остального. Ну, то есть, это где-то половина сборов одного школьника нам покроет государство. У красноярки Татьяны Абрамовой две дочери-школьницы, а третья только пойдет в детский сад. Поэтому для нее полезной будет не только эта, но и другая инициатива президента. Глава государства предложил оплачивать больничный на ребенка до 7 лет в полном объеме, независимо от стажа работы родителя. Этим летом буду выходить на рабочее место непосредственно. И будет у меня трехлетний ребенок, я более чем уверена, что в осенний период он будет бесконечно болеть. Если будет 100% оплачиваемый больничный, я думаю, что многие родители, как и я, также будут очень довольны, что его будут в полном объеме оплачивать. Но другой момент может быть, как к этому отнесется сам работодатель и как он часто будет тебя отпускать в такой больничный. И что очень важно, президент заявил о создании так называемого социального казначейства. По планам, через три года большинство услуг должны предоставлять дистанционно, без лишних бумаг и тем более очередей. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Кроме того, на выплаты за дополнительную общественную нагрузку с нового учебного года могут рассчитывать педагоги, профучилищ и колледжей. Ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить эту несправедливость, нужно это исправить и установить такую же доплату, 5000 рублей, для кураторов учебных групп, техникумов и колледжей. Преподаватели поддерживают такое решение. Сейчас кураторы студенческих групп получают чуть больше 2500 рублей из бюджета края. Федеральная доплата будет очень кстати, ведь забот у них много и во внерабочее время. Профессиональная компетенция, классное руководство, она не отличается ничем от общеобразовательных учреждений. Чем она только вот у нас основное отличие, это разная возрастная категория. В одной группе может быть это первое. Второе, у нас все дети живут в Красноярск и постоянно поддерживают связь с родителями. У нас дети живут самостоятельно в общежитии. И поэтому может быть нашим классным руководителям где-то и сложнее даже работать с детьми, чем даже в общеобразовательных учреждениях. Большинство новых мер социальной поддержки направлены на увеличение численности населения страны, а это напрямую зависит от благополучия семей и состояния здоровья людей. Последние несколько лет в России наблюдают демографический спад. Сказалась и пандемия. Задача, которая стоит перед правительством, непростая, но достижимая, считает президент. К 2030 году средняя продолжительность жизни россиянина должна составить 78 лет. Для этого Владимир Путин поручил расширить программы профосмотров и диспансеризации для всех возрастов. В регионах появятся мобильные диагностические комплексы, чтобы усилить работу по раннему выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сейчас кабинет министров готовит необходимые документы. Социальные выплаты начнут выдавать с 1 июля. О социальной помощи людям говорил на этой неделе и губернатор Александр Ус в своем традиционном отчете о работе краевого правительства. В частности, глава региона предложил поддержать детей войны. Все, чьи детству пришлось на трудные военные годы, должны получать помощь от края, сказал Александр Ус. По сути дела, речь идет о социальной справедливости. Также в своем отчете губернатор затронул темы, которые волнуют всех жителей края – экология, экономика и перспективы. Подробности в нашем сюжете. Нам необходимо не только вернуться к прежним показателям, но и обеспечить движение вперед. В этом году отчет губернатора проходил в новом формате. В Большом концертном зале филармонии собрались не только те, кто традиционно присутствует на таком мероприятии – депутаты Госдумы и законодательного собрания, сенаторы и члены правительства, но и главы городов и районов края, общественники, активисты и волонтеры. По сути, это был отчет перед обществом, поэтому поддержка людей стала одной из главных тем. Обращение Александра Уса. В преддверии очередной годовщины Победы я считаю правильным сделать еще один важный шаг. Мы о нем говорили раньше. А именно, принять решение о том, чтобы ежемесячные денежные выплаты начали получать все жители нашего края, которые входят в категорию «Дети войны». Это то малое, что мы можем дать людям, пережившим тяжелые послевоенные годы. На поддержку «Детей войны» из бюджета края дополнительно выделят полмиллиарда рублей. Эта помощь коснется десятков тысяч жителей края. Коснутся эти изменения, об установлении вот этой ежемесячной социальной выплаты порядка 100 тысяч человек. Это те граждане, которые пережили Великую Отечественную войну в детском возрасте, то есть кто не достиг 18 лет на дату 3 сентября 1945 года. Подобные выплаты в крае уже были, но не всем. Например, ежемесячно помогают тем, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной. Руководитель движения «Бессмертный полк» Серафима Акселерот говорит, что как только появились первые выплаты детям войны, многие обращались за помощью. Но не всем удавалось собрать нужные документы. И некоторые пожилые люди оставались ни с чем. Сейчас же, по сути дела, решение губернатора позволит восстановить социальную справедливость. Когда стали выплачивать детям войны, у которых погибли, ведь здесь с документами такая неразбериха началась. Кто-то смог доказать, что у него отец погиб на фронте. А кто-то так и не смог доказать. Само внимание, что их признали все-таки, дети войны, которые заслуживают власть, обратила внимание, это тоже важно. А еще ранее Александр Ус предложил увеличить ежегодные краевые выплаты ветеранам войны ко Дню Победы с 6 до 50 тысяч рублей. В Краевом министерстве финансов заявляют, что средства уже начали поступать адресатам. Также губернаторам принято решение и поручено предусмотреть средства, их увеличить фактически до 50 тысяч рублей. Поэтому сегодня уже организована и проводится работа по перечислению соответствующих средств на счета ветеранов. Там, где счетов нет, это происходит через оплату, через почтовое отделение с доставкой. Поэтому, безусловно, к празднику мы все эти перечисления сделаем. Всего же на социальную поддержку населения в прошлом году было направлено более 43 миллиардов рублей. Особое внимание в своем отчете губернатор уделил экологии. Например, остро стоит вопрос с угольным смогом над частным сектором. По словам главы региона, уже есть пути решения этой проблемы. Варианты здесь есть, они неоднократно обсуждались. Это переход на электроотопление, использование модульных угольных котельных, так называемого бездымного угля, пилет и так далее. Поручаю правительству до 1 июля текущего года внести план практических действий в этом направлении. Размышлений и идей уже достаточно. Пора превращать их в конкретные дела. Говоря об экологии, Александр Ус отметил, что перспективы газификации окрая уже не кажутся такими нереальными. Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2», который планируют проложить всего лишь в 50 километрах от Красноярска, дает возможность подключить к нему две трети городов и сел региона. Очень важно, что губернатор проявляет очень последовательный стратегичный подход в вопросах экологии, в первую очередь момента газификации, потому что те усилия, которые предпринимаются и со стороны правительства края, губернатора лично, с тем, что планы «Газпрома» по «Силе Сибири-2» они реализовались в том формате, в том варианте, который, конечно, позволит нам извлечь максимальную выгоду и пользу для жителей края, когда газопровод пройдет 50 километров от Красноярска. Потому что если газопровод пройдет именно так, это будет существенным изменением той ситуации, которую имеем сейчас с точки зрения снабжения этим видом топлива с положительным экологическим эффектом. Несмотря на тяжелые испытания, которые буквально обрушились на мировую экономику в 2020-м, в нашем крае удалось не просто достичь стабильности, но даже в чем-то выбиться вперед. Получилось закрыть год с профицитным бюджетом, сократить госдолг, войти в пятерку самых инвестиционно привлекательных регионов страны. Несмотря на все сложности года, оставшегося у нас за спиной, именно он стал для Красноярского края годом реального, исторически значимого инвестиционного прорыва. Целый ряд крупнейших инвестиционных планов, которые прорабатывались в течение многих лет, в том числе и корпорации «Енисейская Сибирь», сейчас переходит в стадию практической реализации. И мы можем с уверенностью констатировать, что так называемая инвестиционная яма, в которой край находился еще пять лет назад, когда не начиналось ни одного крупного проекта, успешно преодолена. Такая финансовая устойчивость позволяет краю претендовать на весомую федеральную поддержку. Мы получаем уникальную возможность привлечь дополнительные средства федерального уровня, в том числе и на инфраструктурные проекты. Мы находимся действительно в области такой стабильной финансовой устойчивости. Для нас это очень важно и обеспечивает нам, как минимум, внимание федеральных властей и их безусловную поддержку. В течение часового доклада губернатор говорил и о текущих задачах. Поддержка аграриев, ужесточение контроля за лесопользователями, реализация нацпроектов. Говоря о малых городах и поселках края, глава региона заявил, что взятый в прошлом году курс на благоустройство и развитие муниципалитетов будет продолжен. В этом году крупные вложения на создание комфортной общественной среды получат Каннск, Ащинск и поселок Шушенское. А еще на этой неделе на нашем телеканале вышел первый выпуск программы с участием губернатора края «Интервью УЗ на связи». Теперь эта передача будет выходить на Енисей два раза в месяц. Следите за анонсами. Отмечу, что вы тоже можете задавать вопросы главе региона. Присылайте их на электронный адрес вопроссобако-енесей.тв. Можно даже делать это в видеоформате, и мы сдадим их в эфире. Присылать вопросы можно в любой удобный для вас момент. Мы учтем их при подготовке к программе. А далее в выпуске. В крае горит трава. Основная причина – человеческий фактор. Где ситуация самая серьезная и как борется с огнем. Об этом после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. Сразу несколько крупных пожаров зафиксировали в Красноярском крае. Под Минусинском из-за поджигателей травы едва не сгорела деревня. Люди всю ночь спасали свои дома. Полыхали поля в Канске. Яркое заре вынаблюдали жители красноярских черемушек. Вот как это было. Вставайте быстрее. Идите помогайте всем. Пожар у деревни Быстрая в Минусинском районе разгорелся в ночь на пятницу. Люди говорят, это был кошмар. Казалось, что огонь поглотит все вокруг. Пламя стеной шло с полей прямо на дома. Чтобы спасти подворье, местным пришлось выстраиваться в живую цепь. Ездила машина по деревне. Мальчишки, видимо, парни молодые. И сигналили. И всех подняли. В общем, все вышли с лопатами. Кто с чем, кто с тряпками, кто с тяпками. Со всеми и тушили. Это, наверное, высота сверху была с метра. Огонь был высотой. И вот потом взяли лопаты, все, и пошли тушить. И тушили. Руками потом пожарные приехали. А мы уже не уснули. Мы уже до утра бегали, смотрели. Нас предупредили. Полиция ходила в каждый двор. Предупреждала вечером, чтобы имели автобусы стояли на всякий случай. По этим черным следам можно представить масштаб пожара. Выгоревшая полоса растянулась на 4 километра. Площадь, которая была объята огнем, почти 130 гектаров. Деревню удалось отстоять. Но уже днем все вокруг опять затянуло дымом. Сухие поля заполыхали с новой силы. Дым и запах гари распространились на десятки километров. Огонь едва не добрался до деревни Комарково. Но общими усилиями его удалось остановить. Сейчас возвращаемся с пожара. То есть ситуация контролируемая. Угрозы пока населенного пункта нет. А эти вот участки, то, что у нас за спиной сейчас догорает, это уже, как говорится, угрозы большой не представляют. Лесополосу ребята своими силами, можно сказать, отбили. Добровольно-пожарной дружиной, то есть села Быстрого и Комарково, совместно отбили очаги возгорания этих ветер. Ветер очень сильно мешает нам справляться с огнем. А это Красноярск. Горы в Верхних Черемушках полыхают чуть ли не каждый день. Напомним, что на Кузнецовском плато неделю назад уже был большой пожар, который перепугал горожан. Выгорело 200 квадратных метров, а это практически как два футбольных поля. Тогда пожар не могли потушить три с половиной часа. Мы даже боялись, что как бы ветер, как бы не загорелось все. Тоже ведь дома же горят. Ну, огонь очень высокий был. Гора была вся в огне, просто вся. Там света не было видно. И вот снова пожар. Теперь вместо сухой травы гигантская черная дыра. Вся эта площадь выгорела буквально за какие-то пару часов. Ветер со страшной силой тащил огонь в разные стороны. И самое страшное, что происходило все в опасной близости от частных домов. Чтобы огонь не расползался, пожарные вручную часами сбивали пламя по кромке очага. Но это помогало мало. Люди тут и там жгут траву. Бороться с огнем пришлось и в окрестностях Канска. Здесь тоже заполыхал сухостой. В зоне бедствия едва не оказалась деревня Зеленый Лук. Местные не на шутку перепугались. Поля вспыхнули сразу с трех сторон. От жилых домов их отделяла только небольшая болотистая полоса. Приходится как-то выглядывать, поглядывать, смотреть. С соседями перезваниваемся. Был у нас один год со стороны, оттуда шел. Мы все деревни в дом ходили, отстаивали. Конечно страшно. Скорейте-то. Каннским пожарным пришлось выводить почти весь состав. Но это было только начало. С каждым часом очагов становилось все больше. Это все-таки поджоги непосредственно жителями города. Ситуация сейчас ожидаем, что будет только ухудшаться. Количество возгораний будет увеличиваться. Не придется рассчитывать в борьбе с огнем и на помощь погоды. Предстающая неделя, по словам синоптиков, будет теплая. Значит и опасность возгораний будет высокой. В середине следующей недели дневные температуры составят от плюс 13 до плюс 18 градусов. Тепло у нас сохранится до конца апреля. В дальнейшем, возможно, небольшие перепады. Но в целом температурный фон будет на несколько градусов выше климатической нормы. В четверг за одни только сутки было зафиксировано больше 150 полов. Возбуждено больше сотни административных дел. В 15 территориях края введен особый противопожарный режим. В зоне риска Балахтинский, Ермаковский, Краснотуранский районы, Назарова, Шарыпово и Минусинск. Людям категорически запрещено разводить открытый огонь, сжечь сухую траву и проводить любые работы, которые могут привести к пожарам. За нарушение этих требований должностным лицам и жителям грозит штраф до 4000 рублей. Везде, где есть опасность возгорания, дежурят специальные патрульные группы. Это сотрудники МЧС, полиция, представители местной администрации и пожарные добровольцы. Ну а тем временем весна все-таки вступает в свои права. На реке Качи в черте города начался ледоход. Из-за ледохода уровень воды в реке заметно поднялся, но угрозы поводка, говорят спасатели, нет. Кстати, в этом году из-за прохладной погоды лед на реке простоял дольше обычно. А на востоке края начался ледоход на реке Кан. Пока угрозы поводка нет, вода то прибывает, то падает. И вот это как раз вызывает опасения у спасателей. Гидрологи говорят, что в этом году уровень в реке и его притоках на 40 сантиметров превышает показатели многолетних наблюдений. При критической отметке в 370 сантиметров Чертяканска в половоде он может превысить 4 метра. Но осадки ухудшили обстановку. Их на востоке края уже выпало в два раза больше нормы. При таком сценарии Кан может подняться еще на полтора метра. Тогда в зоне подтопления окажутся сразу несколько городов и сел. Канск, Зеленогоск, Чулым и Нарва. Реки начинают скрываться. Кунгус у нас уже вскрылся. Там ледоход. По Агулу у нас еще промоены. Но в ближайшее время скрытие произойдет. По Кану, село Ирбейское, там тоже ледоход уже начинается. И везде начинается подъем в реках. Естественно, конечно, это все к нам обязательно придет. Поэтому будем ждать повышения реки Кан. А далее в выпуске. Жители края могут сами определить, какие парки и общественные пространства благоустроят следующим летом. Проекты уже известны. Их можно увидеть и даже внести свои коррективы. Подробности после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. В Красноярске сделали долгожданный ямочный ремонт на улице Матросова. Дорожники подлатали один из самых проблемных участков на пересечении с Семафорной. В ближайшее время отремонтируют еще один участок на перекрестке Матросова-Свердловская. А уже с мая, когда остановится погода, рабочие возьмутся за капитальную реконструкцию множества городских участков, заявил глава Красноярска Сергей Еремин. Тем временем к красноярским дорогам много претензий. Например, на проспекте свободный асфальт разбит почти на каждом перекрестке. На пересечении с улицы Лодокец-Хавери колея глубиной 6 сантиметров. Видна даже скрепляющая асфальт сетка. В центре на Карла Марса глубокая колея прямо на автобусной полосе. Жалуются водители и на коммунальный мост. Говорят, лишний раз здесь стараются не ездить. Пугают разбитые деформационные швы. Как сказал Сергей Еремин, так губительно на асфальт повлияли аномальные морозы. Дорожники уже приступили к ямочному ремонту. Дополнительно на эти цели выделили 200 миллионов рублей. Кроме того, в мэрии планируют потребовать компенсацию с подрядчиков. Ведь только за прошлый сезон специалисты нашли порядка 200 дефектов. В конце прошлого года применили механизм возврата банковской гарантии. Это не так, что «Ай-яй-яй, подрядчик, ты плохо сделал, ну давай». И стоишь, упрашиваешь, ну я говорю, хватит уже разговаривать. Давайте по-нормальному на эту тему говорить. Вышли и посредством банковской гарантии впервые вообще в истории применили и взыскали средства. Это застонали все, заплакали. Ну а тем временем четыре парка, которые были созданы в городах и районах края, признаны лучшими в России. И уже вот-вот начнется сезон благоустройства. Тем временем жители края могут сами определить, какие дворы и общественные пространства благоустроят следующим летом. Проекты уже готовы, есть возможность увидеть их и даже внести свои предложения. Уже завтра начинается общероссийское голосование по программе формирования комфортной городской среды. Сколько денег потратят на преображение скверов и какие региональные парки признаны лучшими в стране, расскажет Татьяна Потанина. Еще пару лет назад в парке Гвардейском гулял только ветер. Территория большая и люди просили привести ее в порядок. Сегодня здесь детские площадки, асфальтированные дорожки, лавочки и качели. Можно гулять и вечером. Горят фонари. А это сквер Одесский в Красноярске. Его теперь ставят в пример другим регионам, как нужно преображать городские пространства. И наряду с правобережной набережной, парком «Молодежный» в Зеленогорске и «Березовой рощей» в Назарово включили в список лучших по стране. Благоустраивали общественные пространства по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждый год места, которые нужно привести в порядок, выбирают сами жители. Так появилась прекрасная Девногорская набережная. Например, этим летом благоустроят 182 двора и 86 общественных пространств. Софинансированием федерального бюджета таких общественных пространств будет сделано 56. А еще 30 общественных пространств – это то, что реализуется исключительно за счет средств краевого бюджета. 26 апреля на федеральной платформе 24.городсреда.ру стартует голосование за планы благоустройства на следующий год. Так в перечень попали, например, парк имени Первого Мая, сквершкольный в Красноярске, набережная вдоль Качи и еще больше сотни дворов по всему краю. Где именно начнут работы весной 2022 года зависит только от активности жителей. По каждому объекту назначен куратор. Главная их задача – они должны стать таким лицом этого общественного пространства. На федеральной платформе будут обозначены их контакты, любой желающий может с ними связаться, задать вопрос, внести какие-то предложения. По сути, они будут еще являться такими, в хорошем смысле слова, агитаторами за эти общественные пространства. Губернатор края Александр Ус поручил региональному правительству в 2021 году сохранить темпы и объемы благоустройства. В то же время очень важно, чтобы каждый объект на всех этапах от выбора места до приемки работ сопровождали жители. Проект успешно опробован в нашем крае и благодаря ему, например, в Красноярске появилась очень хорошая набережная на правом берегу. На мой взгляд, удачная. И призываю вас активно включиться в голосование по этим вопросам. В общественных местах будут работать волонтеры со специальными планшетами и вам предложат выбрать полюбившиеся проекты. Ваше мнение мы обязательно учтем. В волонтерские штабы края набрано более 350 человек. Добровольцы прошли обучение и при необходимости помогут пройти регистрацию на электронной площадке. Задать все интересующие вопросы можно и по телефону горячей линии Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Голосование продлится до 30 мая, принять в нем участие может любой желающий с 14 лет. И в завершении выпуска. Россиян ждут длинные выходные. На майские праздники будем отдыхать 10 дней. Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая. Причина – эпидемиологическая обстановка. Большинство россиян в это время, по словам Анны Поповой, едут на дачу, зачастую на общественном транспорте. Из-за разорванных праздников в таких поездах будет больше, а значит и рисков заразиться коронавирусом тоже. Глава государства с такими доводами согласился. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший этап эпидемиологический был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать. Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на федеральном уровне, и на региональном буду призывать всех коллег прислушиваться к меню специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив такую разностороннюю и глубокую информацию о COVID-19. Кстати, постановление о длинных выходных президент уже подписал. На этом у меня все. С вами был Ян Гермешов. Всего доброго. До встречи через неделю.